МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пистолеты Пригожина и головорезы Кадырова. Почему молчит главарь Чечни? Взрывающиеся арсеналы России и путешествия Шойгу по оси зла. Как это повлияет на исход войны, развязанной Россией против Украины? Где деньги, ЗИН? К чему приведут денежные распилы в российском Минобороне? Добрый день, меня зовут Владимир Унец. В современном мире поток новостей очень быстрый, сложно за всем уследить, да еще и понять, что же на самом деле происходит. Вокруг столько пропаганды и дезинформации. Как во всем этом не запутаться и не утонуть? Я для вас отобрал самые главные события последних дней, только то, что действительно важно, и что поможет вам понять, где правда и истина. Ну а вы смотрите сами. 20 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью с Каньюз Арабия, что, цитирую, «у России есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима, и они находятся в состоянии полной боевой готовности». Как вы догадались, хозяева украинского режима – это страны западной орбиты, и Лавров им снова грозил. Ядеркой. Грозил, очевидно, потому, что снятие запрета на использование западного оружия по территории России чем дальше, тем реалистичнее. Что ж, конечно, это красные линии, как они есть. Только некоторые из них прозрачные, ну а некоторые в форме котика, если вы знаете, о чем я. Вы должны нарисовать семь красных линий, строго перпендикулярных, части зеленым цветом, остальные прозрачным. Сможете это сделать? Напомню, что уже полтора месяца силы ВСУ держат под контролем часть Курской области, а украинские дроны выгоняют Черноморский флот из украинской акватории и уничтожают нефтебазы на территории России. Ну и, безусловно, главной новостью прошлой недели стала череда атак на склады боеприпасов в России. Первым под удар украинских беспилотников попал склад боеприпасов в Торопце, Тверской области. И это случилось в ночь на 18 сентября. В той же Тверской области под ударом оказался еще один арсенал в поселке Октябрьский. Это 23-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления. Об этом свидетельствуют данные спутников НАСА. Еще один арсенал в Тихорецке Краснодарского края был атакован ночью 21 сентября. Генштаб ВСУ заявил, что удар по арсеналу Тихорецк был нанесен, когда разгружались не менее 2000 тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР. Также была атакована радиолокационная станция «Подлет», которая обнаруживала воздушные цели в направлении этого объекта. Сейсмологи фиксировали землетрясения от этих взрывов, ну а федеральные каналы упорно молчали. Классическая ситуация. Местные власти требовали, чтобы россияне ничего не рассказывали в соцсетях, а осторожно новости передавали, что жители Тверской области даже получали СМСки вот такого содержания. Уважаемые жители Тверской области, просим не распространять материалы с места пожара в результате атаки БПЛА. Такие действия наносят урон безопасности нашей страны. Оценка таким действиям будет даваться с позиции УК РФ. Но меня лично в этой истории особенно умилили сокращения. Не распор, врез без оп. Ну а что вы хотели? Даже СМСки с угрозами стоят денег. Вместе с этим администрация Тарапецкого округа официально назвала тех, кто выкладывает фото и видео повреждений из-за атаки БПЛА действующими на стороне врага. Здравый смысл наталкивает на мысль. А что же это за салюты такие? Почему же такие ценные боеприпасы не хранились, как положено, под землей? А ведь не далее, как в 2018-м целый замминистра обороны на тот момент Дмитрий Булгаков рассказывал, что все типа пучком, что взрывов не будет, все переделали за миллиарды бюджетных денег. Но архивы, как говорится, не горят. Смотрите сами. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно складировать ракеты и боеприпасы. Отдельно стоит отметить жилой сектор, который уже готов. Для военнослужащих создали максимально комфортные условия. Есть даже сауна и кафе. На этой административной зоне мы построили для комплекс, комплекс, так называемый, для проживания личного состава. по типу замкнутого цикла, когда военнослужащий, не выходя из казармы, получает все услуги, которые ему необходимы. Ну, это много объясняет. Что еще может порадовать глаз замминистра, как не сауна и кафе. Ну, а снаряды? Снаряды, сами понимаете. На этот случай у меня, как вы понимаете, тоже есть архивная цитата. Тогда, в 2018-м, на реконструкцию арсенала истратили 3,5 миллиарда рублей, обещая, что укрытие для боеприпасов выдержит даже ядерный удар. Что ж, сегодня мы понимаем, что не выдержал даже трехкопеечного беспилотника. Ну, а Булгаков сегодня под следствием за коррупцию. Подозреваю, что в какой-то момент бывший президент России Дмитрий Медведев оторвется от утех с коллекционным итальянским виндом и что-то напишет про величие российской армии и низость те, кто пишет о ней плохо. Медведев тоже слыл технократам и реформаторам, но миллиарды, истраченные на Сколково, так и не помогли построить в стране достаточное количество туалетов. Британская разведка выступила с неожиданно очевидным заявлением. Причиной таких последствий стало ненадлежащее хранение боеприпасов под открытым небом, что вызвало цепную реакцию, которая привела их к взрывам в системе бункеров, и в результате чего было потеряно огромное количество боеприпасов. Хотя арсенал является частью более широкой сети снабжения, эта потеря с высокой вероятностью нарушит российские сухопутные операции, особенно в Курской области, пишет разведка. Как говорится, никогда такого не было, и вот снова. Если кто вдруг не помнит, то из-за, как бы это сказать, эфирной терминологии, неправильного и ненадлежащего хранения, в Удмуртии в 2011-м пострадали 3000 домов. Как вы понимаете, арсеналы поджигали не спичками. Украина с каждым днем показывает все больший успех в воздушных атаках российских территорий. При этом эмбарго на применение западных ракет никто так и не отменил. И тут как бы вопрос, чем же Украина бьет вглубь российской территории, причем на солидное довольно расстояние. Владимир Зеленский уверяет все свое. Я хочу подчеркнуть, мы это делаем благодаря нашим способностям, нашему оружию, без тех средств, которые могут предоставить наши партнеры, которые могут значительно ускорить окончание этой войны. О чем же это все говорит? Говорит это о том, что война поменяла свой характер. Все, что происходит на земле, на поле боя, все это очень трагично, но, к сожалению, вторично. Это я сейчас пытаюсь стать на секунду циниками и донести до вас одну простую мысль. Эту войну выиграет тот, кто будет контролировать небо. И Украина, не имеющая добротного авиапарка и ракетного арсенала, как по мне, показывает отличные результаты. Тем временем, Россия покупает ракеты и дроны у Ирана и Северной Кореи. Вам не кажется, что что-то пошло не так? Традиционный компонент этой войны при этом никуда не делся. Российская армия продолжила наносить ракетные удары по украинским электросетям и жилым кварталам. Ну а еще ценным стратегическим объектом для атаки оказался Дом престарелых в Сумах. Вот, смотрите сами. Редактор субтитров А.Семкин Силы обороны Украины при этом еще немного продвинулись на Курщине. Об этом написал Американский институт изучения войны. Определенный успех сопутствовал украинским войскам и в Донецкой области, в районе Залезнянского. Ну а российские же группировки продвинулись в Донецкой области в районе Кругляковки, Клещеевки, Красногоровки, Острова, в Невском, Северном, Торецки, Георгиевки и Максимилияновки. В пятницу, 20 сентября, Киев посетила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На пресс-конференции с Зеленским она анонсировала, ЕС предоставит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро на восстановление экономики и разбитой энергетической системы. Я здесь сегодня, дорогой Владимир, чтобы сказать вам и народу Украины, что Европейский Союз здесь, чтобы помочь вам в этом вызове, чтобы обеспечить свет, чтобы согреть ваших людей, поскольку зима не за горами, и чтобы поддержать вашу экономику, пока вы боретесь за свое выживание. Эти деньги это доходы от российских активов, замороженных в Европе, и Украина сама будет решать, как именно их распределить. Сразу после встречи с Урсулой украинский президент отправился в Соединенные Штаты. Ассошиедед Пресс писала, что в воскресенье 22 сентября Зеленский посетил завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов в Скрантоне, штат Пенсильвания, и поблагодарил работников, которые увеличили производство этих снарядов за последний год. В определенный момент войны Украина использовала от 6 до 8 тысяч снарядов калибра 155 мм в день. Такие темпы начали истощать американские запасы и вызвали беспокойство, что их будет недостаточно для обеспечения военных потребностей США, если вдруг вспыхнет другая большая война. Например, потенциальный конфликт вокруг Тайваня. В ответ на это США инвестировали в перезапуск производственных линий и сейчас производят более 40 тысяч 155-мм снарядов в месяц с планами выйти на 100 тысяч ежемесячно. Поговаривают, что к Зеленскому на заводе также присоединились двое руководителей Пентагона, которые способствовали увеличению производства. Это помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Даг Буш и главный покупатель вооружений Пентагона Билл Лапант. Ну а также губернатор штата Пенсильвания Джош Шапир. Ну а в графике украинского лидера также выступления на ежегодном собрании Генассамплеи ООН Нью-Йорке, переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. А еще, вероятно, Зеленский встретится с Дональдом Трампом. Но это уже история для следующей программы, если, конечно, будет о чем говорить. Путин сейчас на распутье. Ходят слухи, что у него запланирована нелегкая встреча с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Тот якобы должен доложить российскому президенту о состоянии дел на фронте и, скорее всего, будет уговаривать объявить новую волну мобилизации. Ведь привлекаемых немытьем, так катанием контрактников и завербованных катастрофически не хватает. Еще до конца этого года Зеленский планирует провести второй саммит мира уже с участием России. Но в Москве говорят, что от участия отказываются. Спецпредставитель российского МИД Мария Захарова пошла в народ нести об этом весть. Что кому делать, точно решать будет не Зеленский. Тем более, что-то там диктовать России, так сказать, ему даже не стоит думать об этом. Бессодержательно и бессознательно. Впрочем, как всегда, при этом почти половина россиян поддержали бы вывод российских войск из Украины. Об этом говорится в исследовании проектов Хроники и Экстримскан. Согласно итогам социологических исследований, 49% вопрошенных поддержали бы вывод войск и мирные переговоры с Украиной. Против такого решения выступили 33% участников исследования, 63% респондентов хотели бы, чтобы Россия и Украина в ближайший год договорились о мире со взаимными уступками, утверждают исследователи. Поехать на так называемую СВО готовы лишь 32% участников опросов. 30% отказались бы заключить контракт с Минобороны. А помните, ведь еще совсем недавно цифры были совершенно другими. Ну и еще одно исследование мне лично показалось крайне занимательным. Интерес россиян к боям в Курской области упал в три раза с момента прорыва в ИСУ. Об этом свидетельствуют данные фонда общественного мнения. Там отмечают, что если в начале августа нападением на Курскую область интересовались 39% опрошенных, то при последнем опросе, который состоялся 13-15 сентября, интерес к этой теме проявили лишь 12% респондентов. То есть выходит, что Курск это уже как бы не Россия, что ли? Ну, смотрите сами. А если смотрите этот выпуск в интернете, оставляйте свои мысли в комментариях. Ваше мнение имеет значение. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк этому видео и делитесь им в ваших любимых группах и пабликах. Это правда важно. Извечный вопрос. Где деньги, Зин? Мучает российских пропагандистов. Соловьев недавно растекался мысью по древу, куда Украина тратит западные средства. Отчета даже требовал. Пентагон публикует данные, что 56 практически миллиардов долларов только в военной помощи было отправлено Украине. А где деньги то? Куда делось то? Отчет где-нибудь есть, отчета нет. И не может быть. Хотя на самом деле в России уже давненько думают над тем, куда делись их собственные средства. Дети топовых российских чиновников учатся в топовых западных вузах, одеваются в топовые западные бренды, ездят на топовых западных автомобилях, покупают топовую недвижимость тоже в западных странах. Россия ведет дорогую во всех отношениях войну против Украины. Контрактникам от безысходности обещают дурные деньги. Об этом я рассказывал в одной из предыдущих программ. Баснословные суммы тратятся на защиту границы. Привет из Курска. Ну и собственно на охрану стратегических объектов. Привет сгорящих арсеналов. Так что да, вопрос где деньги выглядит вполне логичным и актуальным. Особенно если учесть, что во многих российских школах до сих пор нет туалетов. До чего уж греха таить в домах и квартирах тоже. Какая там по счету экономика России напомните? Мы посвятили поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати по некоторым данным включая оценки Всемирного банка вот буквально на той неделе Мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии. Коротко скажу Япония по территории занимает 61 место в мире. Ну а Россия первая. У Японии нет столько нефти и газа сколько есть у России. Экономика Японии технократична. Ну а Россию называют страной-бензоколонкой. Вот так например выглядит поселок Шибунино в Сахалинской области. А вот так выглядит японский город Вакканай. А их-то разделяет всего-то каких-то 40 с копейками километров пролива Лаперуза. А тогда Россия конечно же обогнала Японию поэтому наверное вся Сахалинская область ездит на праворульных японских машинах но вы конечно же смотрите сами. Но давайте вернемся к вопросу где деньги в России. Ходят слухи что тема удара по военным складам Тверской области и не только вызвала конфликт между Минобороны и администрацией Путина. Военные исходят из того что по складам в Тверской области был нанесен спланированный удар. А вот российские завоенкоры находящиеся под контролем администрации президента представили это как демонстрацию халатности и преступной беспечности Минобороны под удар снова попала и команда Шойгу которую вновь обвинили в казнократстве. Поговаривают что Шойгу добился в Питере встречи с Путиным и получил санкцию ограничить публичные нарративы с обвинениями в адрес себя любимого ну и конечно же своей команды. Бывший первый зам Шойгу ну когда тот был министром обороны Руслан Цаликов якобы даже получил санкцию от Путина стать сенатором. И в отношении ближайшего окружения и лично Шойгу введен мораторий для следственных и силовых органов. Ну так по крайней мере говорят. И если эти слухи правдивы я подозреваю что они правдивы то обвинения в адрес команды Шойгу по ситуации в Торопце нарушают данные гарантии. И это может вызвать разбор полетов ну и тут либо военкором рот прикроют либо еще пару-тройку людей из окружения Шойгу прикроют в тюрьму. Сам Шойгу в это время по своим каналам всячески пытается договориться о том чтобы другой его бывший зам по Минобороны Тимур Иванов отправился на так называемую СВО вместо отбывания наказанием. А сидит он я напомню тоже за взятки. Информированные источники говорят что на данный момент к просьбам Шойгу не прислушиваются. Ведь до решения этого вопроса еще много воды утечет ну а сначала должен пройти судебный процесс и только потом будет решаться будет ли Иванов мотать назначенный ему срок. А он наверняка будет весьма солидным точно не менее восьми лет. Или все-таки на войну. Пока, если честно, больших предпосылок ко второму варианту не видно несмотря на все старания Сергея Кужегетовича. Ему бы, как говорится, для начала о своей судьбе подумать, а потом уже кого-то еще спасать, добавляют собеседники знакомые с ситуацией. А Кужегетовичу живется не сладко в новой должности. Кукольная получилась работка секретаря Совбеза. Вроде бы и да, но нет. Кстати, 21 сентября исполнилось ровно 25 лет, как Шойгу вручили Орден Героя России, о чем его дочь не забыла написать в запрещенном в России инстаграме. Видать, ностальгирует в семье по былым временам и славе. Пока у бывшего главы Минобороны есть ответственная работка. Он, как угорелый, гоняет по дружественным, так сказать, странам. Северная Корея, Сирия, Иран и просит у них ракет. Ну, видимо, в ракетной отрасли тоже изрядно крали, поэтому ракеты теперь приходится просить. Ну, просить Шойгу не привыкать, чего уж там. А тем временем выпущенный под домашний арест директор парка Патриот Вячеслав Ахмедов признается, что готов сдать всех, чтобы только не сесть самому. Источники говорят, что пока следователя интересовала только фигура бывшего замглавы Минобороны Павла Попова. Однако, не исключено, что в ходе работы с Ахмедовым всплывут и другие известные фамилии. Уж не начинаются ли эти фамилии на букву Ша? Ахмедов с пиететом рассказывает следователям, как некоторые чиновники МО получали взятки в виде дорогого имущества, а также в криптовалюте. По этим фактам еще идут масштабные проверки, а если Ахмедов говорит правду, то, скорее всего, в России грядут еще и новые уголовные дела. Напомню, что двум заместителям Шойгу, Тимуру Иванову и Павлу Попову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества. А это многое значит. Ну, во-первых, утяжеляет срок наказания, ну, во-вторых, дает следствию маневр привлекать новых обвиняемых, связанных с служебными и личными контактами, и, соответственно, инициировать новые расследования. Для всей команды Сергея Шойгу и для него самого это плохие новости. А ведь было время, когда Кужегетович вместе с Путиным ходили по шаманам карму чистить. Швейцарская газета Ноэ Цюрхерцайтунг пишет, что падение генералитета и волна арестов в российской армии касается не только борьбы с коррупцией. Тут даже символы рушить будут. Помните тот самый Парк Патриот, в центре которого возвели Собор Вооруженных Сил? Самое любопытное сооружение в новейшей истории Российской Церкви? Монументальное здание в камуфляжных цветах пестрит военно-исторической и политической символикой. Ну и портрет Шойгу там тоже вписан. Считается, что именно он придумал эту идею и увековечил себя в ней. Однако теперь железная метла, которая подметает Министерство обороны после ухода Шойгу, добралась и до Парка Патриота. Ну а вместе с ним и до наследия Шойгу. Показательно пишет издание, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал действия следственных органов, цитирую, плановой работой по борьбе с коррупцией. Но учитывая, что обвинения в основном многолетние и о поведении некоторых арестованных было известно давно, речь идет прежде всего о политике и оппортунизме. Война стоит много денег и деньги эти пилили, не щадя сил. Путин возложил бремя распределения денег на эксперта по экономике и нынешнего министра обороны Андрея Белоусова. С момента назначения на должность в мае были заменены 10 из 12 заместителей министра. На их место пришли люди, не имеющих никакого военного образования, но разбирающиеся в финансах и секретных службах. Среди них вторая племянница Путина Анна Цивилева и один из сыновей бывшего премьер-министра Михаила Фродкова. Отчасти таким образом речь идет и о новом распределении Синекур от клана Шойгу к новым кругам близким к спецслужбам и самому Путину. Что же все-таки будет с Шойгой? Вопрос очень интересный. С каждым новым арестом внимание все больше сосредоточено на бывших чиновников, которые еще пока на свободе. Но с такими темпами и до Шойгу-то недалеко. Ну а вы, конечно же, смотрите сами. Ведь каждый делает собственные прогнозы и выводы. Ну а если смотрите этот выпуск в интернете, пишите свои мысли в комментариях. Это действительно важно. Также поставьте лайк этому видео и щедро делитесь им с друзьями и знакомыми. Распространяйте в любимых группах и пабликах. Ну и подписаться на наш ютуб-канал тоже не забудьте. Здесь много интересного. В музее артиллерии в Санкт-Петербурге выставлены пистолеты, принадлежавшие основателю ЧВАКа Вагнер Евгению Пригожин. Об этом рассказала пресс-служба самого музея. Пистолеты Пригожина показывают в рамках выставки новых поступлений. В музей оружие передало Петербургское управление Росгвардии. В тексте релиза говорится, что в экспозиции представлены принадлежавшие Пригожину наградные пистолеты. Два из них это австрийский ГЛОК и американская Берета. Первый он получил в 2015 году, а второй в 2018 от тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. Еще один ГЛОК Пригожину подарил в 2018 году президент Судана Амар Аль-Башир. В музее они проходят по разряду мемориального оружия. Удивительно, правда, Пригожин разругался с Шойгу на почве войны и казнократства, за что поплатился жизнью. Шойгу теперь не в лучшем положении дел, а пытавшийся всем угодить Кадыров вообще куда-то исчез с поля зрения. Кадыров исчезал и ранее, когда, к примеру, Пригожин шел маршем на Москву. Но тогда это понятно было. А сейчас-то чего? Пистолеты Пригожина появились, а Кадыров исчез. Виной всему бизнес. Все уже, думаю, в курсе истории о самом большом в России онлайн-ритейлере Вайлверис. История эта крайне интересна. Жила-была себе простая учительница Татьяна Бакальчук, которая покоя не давала успех американского торгового гиганта Амазон. Ну и решила Татьяна сделать что-то подобное только в России. За 20 лет Вайлверис набрал оборотов. Только за 2023 год торговый оборот компании составил 28 миллиардов долларов. Пункты выдачи товаров, купленных в интернете, есть практически в каждом российском селе. Это бизнес без привкуса лихих 90-х без нефти и газа, наркотиков и оружия. Ну, по крайней мере, так считается. И тут Татьяна, которую называли самой богатой женщиной России, решила, что компании пора развиваться еще больше. Для чего она решила провести слияние с другой компанией, группой РУС. Это не понравилось ее мужу и партнеру по бизнесу Владиславу. В общем, супруги на почве бизнеса решили расстаться. Но при чем же тут Кадыров? Да при том, что Кадыров обещал Владиславу не позволить это позворное слияние. И этот бизнес разрушает семью, забирает какие-то черти. Я за этим делом буду до конца идти. Этот разговор с Кадыровым был еще в июле, а уже в сентябре, если быть точным, 18 сентября в головном офисе Вайлдберрис в пешей доступности от Кремля случилась стрельба. Драка и попытка рейдерского захвата. Как вы правильно догадались, Владислав Бокальчук пришел на разборки со своей бывшей женой в сопровождении кадыровцев. Тех самых, которые грозились Киев за три дня взять, потом обязались границу в Курской области охранять. В общем, по классике, есть погибшие, раненые, об этом конфликте написали все мировые СМИ. И после этого Кадыров как бы исчез совсем. Он стал Кадыровым Шрёдингером. История обросла слухами и сплетнями. Одни говорят, что Рамзан Тиктокович просто не то лечится, не то отдыхает в Эмиратах, а вот другие, пожалуй, более осведомленные, поговаривают, что теперь Кадыров в опале у Путина и даже несколько раз запрашивал с ним разговор. Состоялся ли разговор главы Чечни с президентом России непонятно, но дело Владислава Бакальчука в суд долго не поступало. Ну а потом российская афемида решила его блаженно отпустить. Известно, что минимум 13 человек пока не попали в ходатайство Следственного комитета в суд на арест. На момент подготовки программы обвинения были предъявлены 33 гражданам России. Ранее телеграм-каналы сообщали, что на руководство московского ГУВД оказывается давление с целью не допустить предъявления обвинений Бакальчуку. Вот такая вот история. Главный теперь вопрос, что же будет дальше с Кадыровым. Не думаю, что его самолет внезапно упадет, но последствия очевидно будут. Куда катится российское общество? Выводы делать, конечно, вам. Но мне почему-то кажется, что Дарвин, описавший эволюцию человечества, неистово переворачивается в гробу. Кто знает, может именно по этой причине изучение теории Дарвина хотят запретить преподавать в российских школах. С таким предложением выступил помощник премьер-министра России Михаила Мишустина, экс-премьер Чечни Хучиев. По его мнению, эта теория противоречит религиозному воспитанию и способствует духовному разложению детей. Поэтому ее надо убрать из школьных учебников. Судя предложения, он адресовал министру просвещения Кравцову на первом заседании Всероссийского родительского комитета. Интересно, что эту идею поддержали и в Российской православной церкви. Хотел бы поддержать позиции, высказанную Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников, как вводящую детей в заблуждение, сказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ирей Лукьянов. Неисповедимы пути, твои господи. Понятно только одно, что российские вооруженные группировки выходят, ну или возвращаются на новый или старый уровень коммуникации. А группы этих у России есть. Ну как минимум из того, что на поверхности это кадыровцы и вагнера. Может недаром в музее артиллерии выставили пистолеты Пригожина? Смотрите сами. Но самое главное, оставляйте комментарии под этим выпуском, если смотрите его в интернете. Ставьте лайк этому видео, делитесь им с друзьями всеми возможными способами и подпишитесь на наш ютуб канал. Здесь правда много интересного. 17 сентября в Ливане массово начали взрываться пейджеры. Что шокировало большую часть мира по двум причинам. Первое, кто ими вообще до сих пор пользуется. Ну и второе, как такое возможно? В сети тут же появилось видео, как люди ни с того ни с сего начинают корчиться от боли и падают. Некоторые замертво. Взрывных атак пейджеров было несколько. Потом начали взрываться и рации, и другие электронные устройства, включая даже автомобильные радиоприемники. Взрывались гаджеты сразу в нескольких городах Ливана. Сарин, Бейрут, Сур. Ну и также в сирийском Дамаске. Тысячи раненых, десятки убитых, большинство из них члены Хизбаллы. Группировки признаны террористической в странах Европы и США. Хизбалла обстреливает ракетами Израиль. Позже становится известно, что электроника взрывалась не просто так. Партия электроники, которая направлялась в Ливан, была перехвачена израильскими спецслужбами. Те установили в каждое устройство малый взрывной заряд. Потом дистанционно перегревали батареи, та и детонировали. После серии взрывов многие ливанцы вообще начали бояться электроники. В сети стали появляться такие вот видео. Но самое главное после этого происходило в России. В Москве сразу же назвали эту операцию терактом. Об этом российский поспред рассказывал в ООН. Те, кто совершил это варварское преступление, не щадили никого. Взрывы прогремели в больницах, на рынках, в улицах, в магазинах и аптеках. Известно, что это была скоординированная дистанционно управляемая операция, ответственность за которую формально никто на себя не взял. Но в регионе проанализировали факты и сделали на этот счет свои выводы. Расцениваем случившееся как террористический акт, создающий угрозу региональному миру и безопасности с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока. Но при этом россияне в прямом эфире не стесняясь начали мечтать о том, чтобы повторить подобное в Европе. Это, конечно, такие операции нового уровня совершенно такого мир действительно не знал. Другой вопрос я представил, если бы мы вот такую операцию провернули где-нибудь в Европе, да, против, я не знаю, сотрудников оборонных заводов, которые поставляют Украине оружие. Представляете, какой орбы стоял террористическая активность страшной Россией, которая мирных промышленников западных убивает таким варварским способом. То есть это как бы теракт, но мы такое в Европе бы хотели повторить. Особенно порадовал король пропаганды Соловьев, который из каждого утюга кричит, что он еврей. У себя в телеграм-канале Соловьев написал пост, что за всем этим стоит агент МОСАДА Махшир Кашер. Правда, в переводе с еврита это означает средство связи. Пост Владимир Рудольфович в итоге, конечно же, отредактировал, но не остановился. Запаниковал, что такой же трюк могут повторить украинцы по отношению к российским военным. Вот сейчас идет гуманитарная поставка. А что мешает хохлам получить, ну, например, через того же Незвана, который работает с РДК, получить доступ к тем же самым технологиям и передать под видом гуманитарной помощи зону боевых действий через каких-нибудь таких же там крипто-хохлов, засланных сюда некоторое время назад с разными историями. Вот взять им и через них передать такую гуманитарочку, в которой, скажем, средства связи. У нас же много средств связи передает гражданское общество. Много. А потом эта партия вдруг начнет взрываться в руках. Особенно порадовала председатель Совфеда в России Валентина Матвиенко. Она решила рассказать анекдот про пейджер. А шутку тут же подхватила Маргарита Симоньян. Анекдот жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер по поводу гаджетов. Хотела ты одеколон, потом новости прочитала и подарила пейджер. Если вдруг кто не понял что на самом деле имела ввиду Симоньян поясню. В 2018 году британец Чарли Роули нашел флакон с духами Нина Ричи который радостно подарил своей подруге Дэн Стерджис. Та брызгала жидкость на себя и ровно через 15 минут женщине стало плохо а в итоге она умерла в больнице. Британская полиция считает что во флаконе был новичок которым известные любители салсберийских шпилей отравили ручку дверей в доме бывшего российского шпиона Скрипаля. Как вам теперь поправочка от Симоньян? В общем история это без морали. Пейджерная операция действительно беспрецедентно тщательно спланирована и реализована а вот реакция России просто удивительна. Хотя нет мораль все же есть. Путину наверное нужно быть осторожней. Мало ли какой подарок Кабае моему приготовят на день рождения а ведь он совсем скоро нелепая была бы смерть. Ну а вы смотрите сами. Ну вот на сегодня и все. С вами был Владимир Унец и программа Смотрите Сами. Надеюсь вам было интересно. С нетерпением жду новой встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин